Ну а тем временем в Волгоградской области, как и во всей стране, продолжаются мероприятия, посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Многие из них проходили в рамках акции «Уроки Победы» и были направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Уроки Победы продолжаются и сегодня в Волгоградской области. Вот о том, какие они могут быть, сегодня и поговорим. В канун 9 мая тиражом 3000 экземпляров вышло в свет новое издание «Учебно-методические разработки. Уроки Победы. Сталинградская битва» 1941-1945 годы. Данная книга, как сказано в аннотации, цитата, составлена волгоградскими учеными и учителями-практиками в помощь коллегам для проведения занятий, направленных на изучение истории Сталинградской битвы с помощью богатейшего кривического материала «Проникновение школьников в микроисторию» их поисковой и исследовательской работы. Автором-составителем издания является доктор исторических наук профессор Николай Болотов. Однако пособие вызвало серьезное обсуждение историков-ученых общественности. Редакция информагентства ознакомилась с этим произведением и признаемся, что оно оставило двоякое чувство. От неточности, которая здесь присутствует. От подачи материала, с которым педагогам рекомендуют знакомить школьников, начиная с 1 по 11 класса. От самого материала, который, как следует из предисловия автора, поможет сохранить памяти будущих поколений великую победу и, что важно, имена победителей. Одним из таких имен является четырежды Герой Советского Союза маршал Георгий Жуков, получивший уже в послевоенные годы народное прозвище «Маршал Победы». Ему посвящена глава Жуков и Сталинградская битва. Но теперь, согласно трактовке, школьники могут запомнить выдающегося полководца как человека, который все победы, в том числе и Сталинградскую битву, аккумулировал только на себя. Более того, в этом пособии он награжден, в кавычках, разумеется, такими эпитетами, которые ранее ни в одном произведении, будь художественное или документальное, не позволяли себе их авторы. И дело даже не в том, что было-не было, но если нам говорят, что у маршала не было ничего святого, что он принял Сталинградской победе больше вреда, чем пользы, то вряд ли можно гордиться этим великим полководцем и победами, значительную роль в которых сыграл именно Георгий Жуков. Полководец своего времени и своего народа жесткий, волевой, бескомпромиссный. Конечно, он, видимо, многим не нравился, и со Сталином у него были очень непростые отношения. Но было у него качество, которое со всеми мысленными оговорками выделяло его на фоне других полководцев Великой Отечественной. Он не просто умел побеждать, он умел побеждать сокрушительно. Однако в пособии нам приводят слова советского генерала и его личное отношение к маршалу. Причем ставятся акценты на том, что звание четырежды Героя Советского Союза просто так не дают. Более всего удивляет пособие высказывание британского историка Джеффри Робертса, который также дает оценку личности маршала. Конечно, мнение зарубежных историков имеет место быть в любом произведении о войне, но ни для кого не секрет, что именно американские и английские авторы делают акцент на победах своих стран, своих героев, умаляя заслуги и нашей страны, и ее героев. Говорить об этом можно много, спорить тоже, но причем здесь школьники, которым предлагается такая методика, и подобные высказывания зарубежных политиков и авторов. Что это за уроки памяти? Как я себе представляю урок памяти? Урок памяти – это должен быть урок, в котором показана судьба тех людей, которые здесь жили, которые здесь работали. Надо сказать, что по большому счету и сама методика вызывает очень много вопросов. Но еще больше вопросов о недостоверности и непроверенных данных. Это и длина оборонительных рубежей, приведенная в пособие, это и искажение имени начальника штаба при 6-й армии Паулюса, причем автор называет его Зейдлицем, хотя на самом деле его звали Шмидтом. Напутанная с героем Сталинградской битвы Анатолием Козловым, о котором редакция не раз рассказывала о своих публикациях. Он участвовал в Сталинградской битве в должностях комсвода, офицера связи, адъютанта, командира танковой бригады 7-го танкового корпуса. Позже принимал участие в Курской битве, штурме и взятии Будапешта и Вены. Однако в книге ныне живущий Анатолий Венедиктович Козлов предстает 16-летним мальчишкой. Что это, небрежность или неточность, которой в данном пособии по определению просто не должно быть? Или что-то другое, объяснение которому дать очень сложно? Тем более, если мы ведем речь о воспитании наших детей, о памяти павших и героизме живых. Не кажется ли это искажением самой сути подобных уроков на примере событий Сталинградской битвы? Урок Победы – очень важная воспитательная форма. И в связи с этим требуется определенная и методическая разработка. Как лучше подготовить этот урок, как его сделать так, чтобы передать дух и настроение того времени и значение этой победы? Сегодня молодые и люди старшего поколения фронтовики знают, что многие из них преподносят победу над фашистской Германией как победу кого угодно, но только не Советского Союза. Надо признать, это высказывание британского историка не единственное в книге. Здесь присутствуют и американские знатоки, рассуждающие о личностях и событиях Сталинградской битвы, в том числе и выдающихся полководцах. На сегодняшний день мы не располагаем таким огромным потенциалом для того, чтобы противостоять тому нашествию идеологического оплевывания нашей победы, которая против нас ведется повседневно и повсечасно. На одно издание, которое мы издаем сегодня в рамках победы в Сталинградской битве, на Западе издается порядка 35-40. Причем это идет с огромным потенциалом документов, которые якобы взяты с архивов и на том уровне, на который может сегодня молодой человек, школьник, студент, все это впитать в себя, мы выглядим крайне недостаточно. Поэтому патриотизм, который на сегодняшний день для нас очень важен, это в первую очередь защита нашей истории, правды истории, правды о том, как мы победили, во что это нам обошлось. По мнению ветеранов, с которыми беседовали журналисты «Высоты 102» в методическом сборнике, полностью отсутствует величие духа народа-победителя, его готовность к самопожертвованию во имя свободы и независимости своей Родины. Не отражается титанический труд сталинградцев на заводах и полях, героизм народного ополчения и воинов Красной Армии, отвага и подвиги советских людей в период Сталинградской битвы. Можно тысячу раз произнести слово «патриотизм», но от этого не станешь патриотом своей Родины. Для нас главное – сберечь ту память, которую мы хотим сберечь, память о нашем подвиге, память о наших людях. Память о тех, кто одержал эту победу. Слава, конечно, нашим фронтовикам и вечная память тем, кто погиб в этой Великой войне. Но мы, несущие после них знамя победы, победителей, страны побеждения, должны работать, должны издавать исторически правдивые книги, исторически значимые для всех. И когда сегодня мы имеем уникальную возможность общаться с участниками Великой Отечественной войны, на уроки победы которых приглашают и сегодня, наш долг действительно заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы чувство патриотизма в наших сердцах не угасало. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!